АПЛОДИСМЕНТЫ Гордится разрядом мастера спорта по футболу. Мечтает раскрыть свой потенциал. Признается, что в 30 лет осознал, что главное в жизни – это семья. Предупреждает, что он слишком темпераментный. Андрей не обратит внимания на курящую женщину с детьми. Женится на интеллектуалке модельной внешности, которая знает себе цену и не умеет ревновать. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну такую навряд ли найдете. Ну, братишки, красавцы, честные слова. Андрюша, а мне кажется, вы не только для меркантильных целей подходите. Вас можно использовать вполне себе и как любовника. Точно, совершенно говорю, опыт есть. А ваша возлюбленная в каких целях вас использовала? В меркантильных. Ужас, ужас, ужас. Как показало время. И красивый, и накачанный спортсмен. И не курит, и не пьет. Не курит, и не пьет, как ты хотела. Познакомились на работе. Изначально это не было никаких чувств у меня к человеку. Вот, постепенно я прикипел, она прикипела. Все это вылилось в долгоиграющие отношения. У нее был ребенок от первого брака. Вот. Да, девочка вообще. Хорошая, красивая девочка. Вот. Она меня воспринимала как папу. А вы прямо вместе жили? Да, мы вместе жили. Через год нашего знакомства мы переехали в Москву. Ребенок с вами? Да, ребенок с нами был. Потом он уехал в Америку. Мы должны были по итогу потом расписаться. То есть сначала она уезжала, потом после этого я уезжал. Но это была причина, почему мы официально не расписались, находясь в Москве. А там почему? Что заблажда такая? Ну, у нее были документы на получение грин-карты. И она не имела права вступать в брак. Мне кажется, он очень сильно волнуется. И его внешне не соответствует абсолютно внутреннему миру. Абсолютно внешне. Он кажется, что он такой... Мне кажется, он такой романтичный. На самом деле. Вы ей помогали? Я финансово помогал все это время. То есть отсюда? У меня, да, ежемесячные были какие-то переводы. Я всегда был на связи. И как долго все это происходило? Ну, это длилось несколько лет. Да что вы говорите? Да, то есть как бы... И вы за несколько лет не прилетали туда? Нет, я прилетал туда, но у меня была очень хорошая работа в Москве. Вот, высокооплачиваемость. А вот когда прилетали туда к ней, у вас отношения были прежние? То есть... Ну, уже был какой-то холодок, и я понимал, что что-то не так. Ну, главное, чтобы современный был, да? Стрижком одет вроде. Ну, если честно, это вообще не важно. Да? Да, я считаю. Мужчина должен просто выглядеть как мужчина. Я не люблю таких, как бы, так сказать, метросексуалов. Ну, у него, в принципе, все в норме. Как она объясняла, что она меняется ментально, так как она живет в Америке, там другое восприятие жизни. Я нахожусь в Москве. Понятно. А может, она там себе другого дурачка-то нашла, которому можно так же заливать, чтобы ее брат... Да. Правда? Нашла себе все-таки кого-то там? По итогу сейчас выяснилось, что она вышла замуж за гражданина США. Хорошо, но она же вам не сказала, ну, когда я там нашла американского дурачка, там, Андрюш, я буду честна с тобой до конца, вот у меня кто-то есть, ты деньги не высылай. Она деньги-то от вас принимала? Да, она принимала деньги. Притом до тех пор, пока вы меньше не стали ей там, ну, по объективным причинам... Да, да, в какой-то момент перестал деньги перечислять в меньшие суммы, соответственно, изменилось отношение, я тоже это заметил, но я подумал, что у человека проблемы до сих пор серьезные, да, так как мы, в принципе, там... Какие у нее до этого проблемы были? У нее были какие-то там проблемы с нервами, что-то ее кто-то преследовал, какие-то фобии... Были проблемы со здоровьем, да, мы, в принципе, сошлись на почве того, что я человеку хотел помочь, вытащить ее из этой какой-то ямы... Из какой? Приступы страха необоснованы периодически, да, и были люди, которые всячески желали того, чтобы... Нет, послушайте, приступы страха, я тоже про это знаю все. Это у нас есть одна артистка, которая по красной дорожке во время фестиваля, когда идет и видит, типа, кустурицы, в это время у нее шпилька подворачивается, она на него падает, чего-то она в это время испугалась, понимаешь? Я знаю эти мансы женские, я, ой, боюсь, боюсь, переночусь со мной, а то бабай придет, заберет меня в эти ночи. Ну, естественно, когда любишь, ты веришь, да. А диагноз как? У человека есть определенная... Симпата адреналовой криза. Что? Симпата адреналовой криза есть такая. А нафига вам больная, да еще шизофреничкая? Красивая поди, наверное, была, и попка корректа. Ну, во-первых, она была старше меня на 7 лет, у нее было 23 и 30. Какой-то он это... Да. А я на страх из-за океанта туда кинулась? Нет, ну мы же какой-то период времени вместе прожили, я работал. А с вами она уже ничего не боялась? Ну, я закрывал все вопросы полностью. А как вы закрывали? И финансы, и во всех смыслах, как мужчина должен... И уже у нее страхи пропадали, когда финансовый ее так прикрывал. Я думаю, все-таки он любит, чтобы им пользовались, и ему нужны стервы. Может, просто ему попадались такие. Нет, не то, что он любит, чтобы им пользовались. Мне кажется, как бы для него это нормально что-то отдавать. В общем, короче, Андрей, уж делюсь, женщины, и как и мужчины делятся на разные там типы, подтипы, да? У мужчин, по-моему, всего два типа. Это лохи и сволочи. Вот вас как дурака она просто развела, но на ровном месте. Если бы у нее были такие проблемы со здоровьем, она бы не работала просто, понимаете? Потому что если она пьет антидепрессанты, это нерабочее состояние. Ну, ладно, может, нравилось это все. А иногда, может быть, вы страхи за оргазм принимали? Как она так... А-а-а! Ну, хорошо. А вторая? Вторая девушка, мы познакомились, я работал в компании нефтегазовой крупной, российской. Вот, у меня было огромное количество перелетов, соответственно... Во-первых, название нефтегазовая компания. Уже для девушки это строки. Я жил на Рублево-Успенском шоссе, то есть в частном доме. Вот, соответственно, как бы я понимал, что это... Ну, почему я не верил девушкам? Соответственно, еще молодой, хорош с собой. Ну да, хорошая машина, хорошая машина, да, какие-то хорошие места, соответственно, мы познакомились. В ресторане, в центре Москвы. Нет, в Турции мы не познакомились, мы познакомились уже в Москве. А потом я устроил человека на работу в один из офисов. Она прекрасно названа турецкий язык. У меня первый молодой человек был турок. И человек знал хорошо турецкий. Соответственно, это сыграло большую роль. Да, и ее сделали представителем офиса в Турции. Соответственно, она туда переехала, в Стамбул, буквально через два месяца нашего знакомства. Ну, с вашей подачей, естественно. Естественно. Но у него не глупые девушки. Она самая умная. Он, наверное, да, подбирает себе по уровню. Ну, изначально я человека не воспринимал никак, я не брал трубки, не отвечал на сообщения. А зачем помогали, устраивали на работу? Это уже впоследствии случилось. Я просто сразу сказал, что это не мой типаж. Я говорю, ты мне не нравишься. А для нее не нравишься? Ну и что, что не нравишься? Зато ты мне нравишься. И твои деньги. И твои связи. В общем, вы ее отовсюду удалили. Вы скрывались. Но она вас каким-то образом находила. Да, она находила меня. Она, в конце концов, вынуждала меня встретиться. Приглашала в кино. Лещука, давай сходим в кино, давай сходим в ресторан. Роска, ты хочешь об этом поговорить? В принципе, наше знакомство началось с первой фразы. Андрей, куда можно пойти в Москве? В социальных сетях. Вы сказали бы в баню. Сейчас, да. Сейчас сказал бы так. А следующим летом встретимся. У той же пятой бани. А друзья, братишка, а ты ничего не подсказывал? Нет? Дипа, Андрюша, ку-ку. Прежде всего, Андрей... Или тоже такой же. Он умеет любить. А глазки ему не пытался вот это раскрыть? На самом деле, конечно, были замечания, но с ним не поспоришь. Он, конечно, темпераментный молодой человек. Очень. Да. Лучше пил иногда. Но он сделал свой выбор. Я даже, если честно, не уверена, что я ему подъеду, потому что... Ну, он такой, да? Слишком много. Ну, да, он такой требовательный. Еще и надо его добиваться, видишь? А, Андрюш, ну, короче, она все-таки не на тем-то катанем вытащила вот ту самую любовь из вас. Вытащила, дожала, и, как она сказала, я пошла на принцип. А чем? Вот просто секрет для всех девочек. Если вас парень не любит, не ставьте на этом точку, девочки. Вот урок, пожалуйста. Чем? Ну, у меня начались какие-то непонимания по работе. Меня прессовали люди, с которыми я работал, да, очень сильно. Психологические. Мне нужна была поддержка. Так как родители находятся на расстоянии, я не был ни в каких отношениях, не состоял ни с кем в тот момент, то этот человек как бы, ну, прямо попал в точку и поддержал меня, да. Вот первый пункт. Поддержи ближнего своего. Давайте не забывать, что... Игра, горячо, холодно. Смотри, сначала посылаешь, посылаешь, себя отсылает, отсылает, потом молчок, а человек уже привык, думает, а, ну, сейчас, наверное, сейчас пошлет, пошлет. Раз, нет, 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 почему нет? Раз, сам реагирует. Давно уже это все известно. Давайте не забывайте, она дипломированный психолог по образованию, поэтому там все не просто, да, не просто девочка. Мужчину не надо, не нужно добиваться, добиваться должен мужчина. Ну, это всегда так, а мне нравится, а мне нравится, когда сложный экземпляр. Ну, хорошо, и вот когда у вас уже началась любовь? Не знаю, возникли чувства, правда, чувства, это все было обосновано, как бы, и уже какими-то эмоциями, и, наверное, физиологическими моментами, естественно, да, без этого никак. Там, видать, показала вам. Да, там все было... Я уже думаю, скажу, ничего страшненько, и ноги волосатые, фигня какая, зато... Не, он хорошо, он гурман у нас. Не, слава богу, все девочки были яркие, и я люблю, когда девушка выше меня, да, не знаю почему, может, комплекс Наполеона, не знаю. Вот, но... А на сколько выше? Какие эти правы? Ну, на 5 сантиметров, да. Первая на 6... А у вас как вырос? Метр 72. Слушай, если вы пойдете вместе, ты идешь в каблуки, и как, где-нибудь вы же это смущаете? Ну, если честно, да, меня будет смущать. Я вообще не люблю каких-то очень коротких мужчин. Казалось бы, все хорошо, но вот эти моменты расстояния, потому что у меня в год было около 70 перелетов, 80, да, то есть я в неделю летал по два, по разу, куда-либо. Встречаться была возможность только на каких-то территориях каких-либо стран, могла быть Британия, та же Турция. Ну, не самые последние, Швейцария, не самые последние страны для романтических свиданий. Мы выбирали, да, кому удобно было, и, например, там, 4-5 суббота, воскресенье проводили время вместе. А потом она сказала, даю тебе... Она сказала, Андрюш, ты извини, но я понимаю, что я хотела бы с тобой семью, чтобы ты был все-таки моим, законом, да, мужем. Соответственно, я хотел бы, чтобы ты мне сделал предложение, потому что я не могу играть в эту игру, просто встречания, да, все эти детские. Соответственно, она дала мне срок, я воспринял это с улыбкой. 4 месяца. Если бы это все было мягко, аккуратно, но это было подано, что, Андрюш, 5-4 месяца, подумай, нет, до свидания. Я не совсем понимаю, да. Вам меньше времени понадобилось, чтобы подумать. Я мужчина, как бы я подаю эту ситуацию, я назначаю даты, я, как бы, озвучиваю ситуацию. Да, возможно, это Марковкина. Скорее всего, пенсионер. Нет, ну нельзя, ну женщина не может делать сама предложение. Почему она психолога, мне нравится, правильно, вот зато она... Ну и где она сейчас? Она при своих делах? Ну я не слушаю. Ну вообще не любитель ставить какие-то ультиматы. Я считаю, что он должен сам дойти до этого, чтобы сделать предложение. Жену куда приведете? Я сейчас работаю над этим вопросом очень серьезно. А, то есть у вас тут квартира в Майами? В Майами и в Украине. В Твери есть дом, да? И там, и там... В Твери есть дом. Не проверишь. В Твери есть дом частный большой, да. В Америке есть, как бы, ну, я вообще воспринимаю, в принципе, в перспективе Майами, как бы, для семьи. Если, допустим, он хочет с семьей в Майами переехать жить, ты бы согласилась? В Твери устроила? Ну, мне нравится очень там, мне вообще нравится там, где тепло. Почему нет? Вот смотрите, вы сейчас работаете музыкальным продюсером. Да. Ну там же невест, как собак не резать. Согласен, согласен. Ну и плюс, опять же, большое количество перелетов и... Нет, а почему среди них-то... Очень много соблазнов. А почему среди них-то не найти? Там все красивые. Ну, наверное, потому что, во-первых, я очень... Ухоженные. Я перестал доверять очень сильно, да, женщинам, девушкам. Вот после этих нескольких ситуаций, вот. То есть вы хотите, чтобы мы их рассекретили сегодня, да? Я думаю, что да, да, да. На чистую воду выведем обязательно, конечно. Стараемся. Но у него, на самом деле, с девушками там какой-то... Не везет в жизни, да. Сегодня давайте будем искать вам ровню, которая уже что-то сегодня имеет за плечами. Потому что иначе будет опять риск, что вас будут... вами будут пользоваться. Согласен. Роза? Включите мозг, ищите, смотрите, во-первых, на родителей. Имеется в виду, какой потенциал, что в ребенка вложили, в общем-то. И что, и как они вам будут помогать. Я тоже за ровню. А потом, знаете, некоторые девочки, которые приезжают, заканчивают здесь, да, получают образование, работу. В этом случае неважно, из какой она семьи, ну, я имею в виду достаток, да. Если вы видите потенциал, что она не будет вас упахивать, что вы для нее не лифт в этой жизни, что она будет вам партнером по жизни, будет хорошей матерью, то я таких буду тоже рассматривать обязательно. А звезды что советуют? В первую очередь хочу сказать, Андрей, у вас очень удачная карта рождения. Действительно, когда делала ее, смотрела с удовольствием. Потому что вы человек успешный, вы много в жизни будете ездить, очень много поменяете. Я думаю, это не последняя профессия, которая у вас будет. Но вы склонны все анализировать. Вы не можете без этого, без конца у вас в голове вертится вот все, вы раскладываете по полочкам. Проблема заключается в том, что все-таки Венера в Скорпионе с Ураном и Нептуном. Это мощная чувствительность, подозрительность, понимаете. Вы все время ищете в партнере, вольно или невольно, но вы ищете в нем что-то такое, чего в нем, может быть, и нет. Вы невольно выбираете женщин, которые могут быть стервами. Вот согласитесь. Согласен. Я бы даже по-другому выразился. Анализ будет у тебя 100%. Ты будешь не доверять, и 100% не будешь уверена, любят у тебя или нет? У меня вообще сложно быть в ком-то уверенность 100%. Все будет хорошо. Проходите и знакомьтесь с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Меня зовут Алла. Я ваша сегодня первая невеста. Очень приятно. Ой, как прям романтично. Алла, 25 лет. Фотомодель. Профессионально занимается танцами, читает русскую классику. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта по фехтованию. Мечтает покорить весь мир. Предупреждает, что ее всегда окружает огромное количество мужчин. Возлюбленный сделал Алле предложение руки и сердца. Но спустя время обстоятельства заставили его отказаться от намеченных планов. Надеется, что с Андреем она все же дойдет до ЗАГСа. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла, и что за обстоятельства помешали вам выйти замуж за возлюбленного? Молодой человек, за которого я собиралась замуж, он работал в спецслужбах. И поскольку я девушка видная, все мои фотографии в свободном доступе в интернет, а их проверяют очень. Послушайте, если вы с ним познакомились в сетях. Да, на сайте знакомств. Тут не увязочка. Если он на сайте знакомств разместил свои данные, значит это уже был чистый гон по поводу его секретности и так далее. Ну, возможно. Да невозможно, я это знаю 100 из 100. Ну, я как бы модель. Мне кажется, это интересно говорить, что меня всегда окружают мужчины. Да, да, да. Как бы это все она может забыть о каких-то визитах, с подругами, там куда-то еще, потому что, ну... Он попросил удалить, да, все фотографии? Да, да, когда уже, ну, он сделал мне предложение, дело шло к свадьбе, и он постоянно отодвигал эту дату, обоснуя тем, что удали, например, все свои фотографии. А вы почему не удалили? Ну, как бы он знал, с кем знакомиться в конце-то концов, как бы. А это приносит вам какие-то деньги? Да, это мой основной доход. Мне кажется, она очень симпатичная. По-моему, там, знаешь, рука профессионала просто приложилась к лицу немножко. Не, ну, если только губки. Ну, хотя нос тоже бывает. Ну, он, грудь. Параллельно, вы когда поняли, что он вас до ЗАГСа не доведет, вы познакомились с фитнес-инструктором? Да, мы расстались, и спустя полгода я встретила второго своего молодого человека, фитнес-инструктора. И вы стали с ним жить, но с ФСБшником связь не прекращалась? Ну, от случая к случаю. Ну, от случая к случаю. То есть у вас был возлюбленный фитнес-тренер и молодой человек из служб, с которым вы все равно встречались? Его отправили работать в Чечню на год. И как бы мы не виделись. То есть делал предложение инструктор? Да, да, он сделал мне предложение, и, ну, в смысле, я уже понимала, что все к этому идет, к свадьбе, и за неделю до того, как мне фитнес-инструктор сделал предложение, я сама позвонила своему НОТ первому молодому человеку и сделала сама ему предложение. И поехали к нему в Чечню? Нет, я услышала отказ, он мне сказал нет, он говорит, мне это не нужно вообще, я не хочу этого, и, говорит, мне важнее работа. Я, можно сказать, назло, приняла через неделю предложение от фитнес-инструктора. А потом, как вы оказались в Чечне, вы все-таки к нему поехали? Отношения у меня очень ужасно складывались с фитнес-инструктором. Это был очень ревнивый человек, мы постоянно дрались, причем это были ужасные драки. Ну, еще бы, ну, послушай, и я бы вас сбила периодически. Ну, как бы повода, повода нет, повода я не давала, потому что мне звонят фотографы, фотографы, естественно, мужского пола, и телефон все разбивает. Ну, хорошо, и когда вы стали от его ревности, вы собрали чемодан, поехали в Чечню? Да, да, я просто ушла и уехала к... Дождите, когда дерутся, то, соответственно, остаются синяки, выбитые зубы, не знаю, и так далее, оборачиваясь. Но синяки, но не выбитые зубы. Или вы... Лицо не трогай, лицо не трогай! И вот вы летите в Чечню с подарками своему возлюбленному. Да, да, я за свой счет с подарками. И ради вот такой любви к этому парню вы даже решили принять ислам. Да, да. Зачем? Он что, был мусульманин? Ну, отчасти. Нет, она на самом деле как бы симпатичная девочка, но... Ну, она пустая, абсолютно пустая. Девочки, я понимаю, что я могу создавать впечатление, что я стерва, но что я дура, мне кажется, нет, нет, я не даю повода никому. Ну, то есть такой бред этот сейчас, вот вы просто сами себя, ну, хоть бы подготовились. Вот одно абсолютно исключает другое. Я тетя взрослая, я общалась и с людьми спецслужб, и с другими тоже. Все, что вы говорите, не имеет абсолютно под собой никакой правды. Вот даже сидит ваш товарищ. А вы кто? Фотограф? Нет, я друг. А друг, а чем вы занимаетесь? Модельная. А, ну, тогда вам можно такие рассказывать, рассказывать. Друг такой тоже. Самовлюбленный, видно. Такие пафосные. Вам 25 лет? Да. У вас какое образование? Высшее. Ну, высшее какое? Финансовый менеджмент. А при данном у вас что? Я вижу квартира. Квартира, машина. А вот это кто такой? Чуку? Хуку. А, это собака. У меня есть собака, я очень люблю домашних животных. Молодой человек должен обязательно любить домашних животных. Вообще любых животных, потому что я, ну, спасаю без дома животных. Всех. Ну, никто, во-первых, в этой жизни никто ничего не обязан, кроме того, чтобы любить родину, любить маму и чистить зубы. Понимаете, надо. Мне кажется, она вообще такая тупая. А вот вы хотите, чтобы ваш муж похвально, потому что здоровых детей надо рожать, не пил и не курил. Правильно? Спортсменом был. А сам что, курьте? Ну, у всех есть вредные привычки. А, то есть, ему не не, а вам можно. Нет, если мой молодой человек настоит на том, чтобы я бросила курить, то, естественно, я брошу, да. Но она бросит курить. Вам нельзя курить, у вас луна в близнецах и Марс там тоже. И что это значит? Это обернется болезнью легких. Она еще и курит? Она еще и курит. Ужас. У вас есть три бонуса. Свидание на день, семейная тайна или традиция и скелет в шкафу. Давайте с скелета в шкафу начнем. Мне даже самое интересное. Скелет, скелет. И мне тоже интересно. Ой, кошмар какой. О, времена у нрава. Вы прямо голая тут. Голая, голая. Вау! У-у-у! А-а-а! Что, прям без трусов, что ли, а? У-у-у! О-о-о! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не, ну ради этого, конечно. Посмотрите? Конечно. Прямо только все. Вот это скелетище. А их покажут, нет? Я тоже хочу посмотреть. Я тоже хочу посмотреть. Смотрите. Каждый человек имеет право жить так, как он хочет. Просто одно дело, если выхода больше нет, и вы этим зарабатываете, чтобы помочь больному папе и больной маме. Это одна история. А когда для души, тогда я начинаю анализировать, что же там за душа, если это приносит такое удовольствие. Вот и все. А так, имеете право, вы молодая женщина, экспериментируете. Приготовили какой-то сюрприз? Да. Пожалуйста, покажите. Мне нужно переодеться. Ой, а мы с удовольствием будем ждать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На молоте я там детей рожала. Давайте посмотрим на сюрприз. Он готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу тебя пригласить сюда на сцену и показать свой сюрприз. Я хочу тебе показать, что красивые девушки умеют не только раздеваться, но и обороняться. Если не боишься. Берегу сейчас ему костюмчику придет конец. Да, у него там мастерская. Это тоже звание мастерской. Я тебе покажу пару приемов. Руку сюда. Теперь делай шаг назад. Я шаг вперед, ты шаг назад. Делай, давай. И вот так вот бери. Ой, мне кажется, ему так неинтересно. Мне кажется, на его он смотрел. Да, да, посмотри. Давайте следующее. Следующее. Ну что, может, все? Спасибо. Спасибо большое, ребят. Забирайте конфеты, свою подружку и проходите в комнату. А вы, Андрей, возвращайтесь к нам. Ярослав, что же скажете? На мой взгляд, прежде всего, это запутанная история, которая, ну... У меня нет правды, никакой правды. Да, с Андреем должна быть девушка интеллигентная, воспитанная, образованная. Поэтому будем смотреть других претенденток и выбирать. Ну, внешне мне, да, мне нравится. Мне нравится такой типаж мужчины. Он такой метр шестьдесят. Но, да, он, конечно, ниже ростом. Я люблю мужчин выше себя. Он знает, чего хочет. Да, но нет, мне кажется, он еще не определился. Я не против этого бизнеса модельного. Ну, мне кажется, есть край, через который нельзя. Ну, либо ради чего-то, чтобы кого-то спасти. Там очень много подводных камней. Вот я знаком с этим бизнесом хорошо. И как бы и с эстрадной ситуацией, да, и с модельным бизнесом. Я знаю, в принципе, что это такое. Все подноготно. Вы смотрите, Андрей, есть ли мужчина, который нашел ее по фотографии, проявит агрессию по отношению к Али? Их заберут в участок. И мужчина скажет, а что она, на что она рассчитывала? Да, я не пытался ее изнасиловать. Лариса, а что хотел наш жених? Вот у меня в его досье написано. Вы прямо пишите, какую невесту от 21 до 28 лет фотомодель бикини. А что вы ожидали-то? Вот оно бикини. Или как вы хотите, что она пришла бы монашкой, а в постели бы вам вот этого, что ли, показывала? Так не бывает. Вы либо просите порядочных девушек, тогда она не будет так выглядеть. Давайте так валу не будем кидать в камни. Никто не сказал, что она непорядочная. Мы не знаем, зачем ее сейчас чернить. А что нет? Я говорю то, что вот я не глухая, не слепая. Вот я вижу, для меня это непорядочно. Не знаю, может у всех другие нравы. Для меня это непорядочно. Но не судят по твоей работе. Ну, работа, да, просто как бы, знаешь, можно и про актолога судить. Ну да. А что звезды? Я должна сказать, что Алла Скорпион, Скорпионович, потому что действительно тут и Солнце, и Меркурий, и Венера, и Плутон в Скорпионе. Поэтому вот эта демонстрация, и плюс ко всему Юпитер, Вальвей, у вас очень много совпадений. Я просто хочу сказать, не набрасывайте на меня. Очень много совпадений. Мы тебя боимся с Розой, слово тебе боимся сказать. Потому что это тот самый типаж, которым у вас тянет, согласитесь. То есть, так сказать, вот у вас невероятное количество совпадений, и я уверена, вот не будь сейчас вот этого обсуждения, наверняка это именно тот образ, с которым вы бы с удовольствием стали общаться. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Привет, Андрей. Меня зовут Янина. Посмотреть на тебя, я поняла, что настоящие мужчины еще не перевелись. Спасибо. Янина. 27 лет. Журналист. Работает помощником руководителя в строительной компании. Обожает прогулки по городам со старой архитектурой и коллекционирует шариковые ручки. Мечтает, чтобы роман, который она пишет, стал знаменитым. Предупреждает, что иногда ей надо побыть одной. Возлюбленный Янины в отношениях больше любил себя и соревновался с ней в привлекательности. Надеется, что Андрей не страдает нарциссизмом. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Ну а что, метросексуалы тоже сегодня в моде? Ну, наверное, не настолько. Нет, ну он либо метросексуал, либо он обычный мужчина. Не бывает настолько. Нет, я ничего не имею против того, когда мужчина ухаживает за собой, но когда он начинает соревноваться во внешности со своей девушкой... Во-первых, он все время пользуется и тратит ваши шампины, тоники, кремы для зоны декольте, тушь для риски. Ну, хорошо, но это вы не знаете. Когда вы на работе, может, он тоже... Мне кажется, она вообще никак... Вообще, мне кажется, совершенно не подходит. Мне кажется, именно у него это началось, когда он начал общаться со мной. Потому что до этого... Ну, конечно, он видит, как вы с собой ухаживаете. Послушайте, социум, конечно, навязывает. Мой муж был в Америке, в Майами. Приезжает и думает, что-то не так. А там неприлично выходить на пляж, если у тебя есть хотя бы одна волосинка. И этот седой мужчина. Все себе. Боровал. Слушай, это ж больно. И это мало того, что это больно. Это так ужасно выглядит, что... Ну, просто не передать. А что делать? Ну, что делать, если везде... Это неприлично, неприлично. Поэтому все напилено, все блестит. Не, ну, так она и по тому, что он сказал, она ему подходит. Ну, она ему подходит во всего, кроме внешности. А потом вы решили принять участие в конкурсе красоты. Тут он от зависти и умер. У меня утвердили уже, я к нему убежала. Пора поделиться с ним радостью. Он так как-то даже не отреагировал. Даже ни дуры не обозвал? Нет. Ну, наверное, подумал. Ну, просто зачем... А потом заперся в ванной рыдать, нет? Нет. В воду включил. Почему это Янке все? Нет, ну, там были такие вопросы. А может быть, там нужны мужчины, модели или что-то такое. Слушайте, а в сексе все было нормально? Все было нормально, да. Ну, это, наверное, пока молодой. Для конкурса красоты, конечно, она нестандарт, мне кажется. Если там, конечно, такой конкурс на любителя. Ну, не знаю, там, может, мисс Мутища или что-нибудь. Ну... А расстались как? Просто когда у меня был конкурс красоты, когда уже был сам финал, я не стала победительницей, не прошла в финал. Он обрадовался? Он мне сказал, а ты что думала? Ты что, думала, попадешь? По-моему, здесь было все понятно. Скажите, вы от природы блондинка или русая? Нет, ну, чуть светлее, чем сейчас у меня цвет волос. Ну, чуть-чуть. Светлее, русая, наверное, да? Ну, посветлее просто уже давно. А вы за натуральный цвет, вообще за натуральность или вам нравятся девушки, которые... Нет, ну, если в рамках разумного, конечно. Потому что, мне кажется, вам свой цвет волос бы подошел больше. Я могу сказать точно, потому что я на конкурсе даже в жюри сижу. Я тоже сидела в жюри. Да, она не модель, она не страшная, она будет... Ну, обычная девочка. Если ему нужна обычная девочка... У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция или тайна? Семейная традиция. Есть такая? Есть такая. Но дело в том, что у меня по женской линии все женщины в семье гадают. Да? Да, гадают на картах. Ну, мне это мало передалось, но все равно что-то там могу посмотреть. И при возможности, когда возникают какие-то сложные для меня вопросы... Ну, вот вы накануне-то программы раскинули, небось, карты? Ну, бабушку про все. И что там показали? Ну, она сказала, что все будет хорошо. Король червей? Король крестей. Угу. Да? Да. А все будет хорошо? Это в смысле можно и без мужчины остаться? Ну, типа... Нет, именно на программе все будет хорошо. Она сказала, иди, даже не переживай. Хорошо. А сюрприз покажете? Да, покажу. Проходите. Андрей, пойдешь со мной? Нужна какая-то такая легкая хохотушка. Ну, вот как я. Да? На самом деле, я очень люблю готовить. Люблю я готовить, если я это делаю для мужчины, то чтобы мы это делали вместе. Ты что любишь на завтрак? Обычная овсянка и омлет. Как ты относишься к каладушкам? Очень хорошо. Давай попробуем. Я ненавижу, когда мужчина на кухне. Одна грязь от них. Ну, вы так и мне было. Сосик готовил. Сосик готовил. И детям тоже барсик готовил. Барсик? Да. Барсик кто? Барсик. Кто-то не мой третий. Можно было бы на трассе, как он бы сказал. Не, ну барсик, пока я готовил. Я тоже хорошо готовил. Что-то блины, знаешь, такое... Не, ну да, она такая прям домохозяйка. Блин, ну, она приятная такая девушка. Она будет сидеть дома, ждать, пока он там придет с работы. Она не будет там сосать из него деньги. Я люблю покушать. Ну, пока еще молодая. Никто не отворил. Венера в Раке домашняя девушка. А, у нее Венера в Раке. Да, да. Ни о чем не говорит, но мы... Да. Мы Домару боимся. Домашняя. 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 Домашняя хозяйственная. Ну вот. Любит домашнюю одежду, любит ходить в пижаме. Уютную, теплую, красивую. В пижаме? Да, в теплую. А для вас сексуальная женщина, домашняя одежда какая? Для меня? Ну да. Ну как вам при... Или лишь бы ты ходила по квартире голая. Голая? А пижама? А ты сначала сама откуси. Спасибо большое, дорогая моя. Девочки, у вас прекрасная подружка, вам повезло, забирайте ее в свою комнату, а вы Андрюша к нам. Да, она колхозница, нарисованный маркером бровями. Ну так вот то, что он хочет. Так он модель хочет. То же самое, только модель. Она была... Чтобы выглядела как ты, а делала как она. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736. Любое время. Пока реклама. Ярослав, как Яна? Ну, мне кажется, Яна очень содержательная личность. Она в себе очень образованная, начитанная девушка. Мне кажется, она подходит Андрею. И стоит, ну, в общем-то, ее рассматривать. Конечно, я думаю, да, конечно. Безусловно. Смотри, и готовит хорошо. И такая стройняшечка она. Я очень нервничала. Трясешь? Все так быстро. Я ждала, что будет больше вопросов каких-то ко мне. Мне оказалось вообще... Я думаю, тебе понравилось. Это одно из моих любимых имен, Яна. Да? Конечно. Мне это имя очень радует. Угу. Угадала. Как-то, правда, с ней не повезло с парнем. Даже хорошо, правда? Потому что все равно есть такой элемент ревности к бывшим. А к этому даже ревновать невозможно. Конечно, конечно. Девчонка какая-то, да? Надо было так и дразнить. Девчонка, девчонка. А тебе, Рос? Ну, Яниночка неплохая. Ну, если она вам глянется, я не против. А звезды? Яна довольно яркий лев. Она для вас, скажем так, как партнер, очень подходящий вариант именно по карте. Плюс ко всему, Луна находится в раке с Венерой. И действительно хорошая хозяйка, очень чувствительная. А физическая совместимость? Физическая совместимость очень хорошая. Вот не заболеете, во всяком случае, от нее никакой заразы. И вот это точно понятно. Кстати, а что? Хорошая тема. Подождите, дайте добавить в конце концов. И плюс ко всему может быть животное притяжение очень сильное. То есть вот перевозбуждение в отношениях личных. Мы сейчас о страсти говорим. Да, мы говорим о страсти. На остальном все гладко прошло. Знаешь, даже больше переживали, больше переживали. Слушай, смотри, сейчас третье выйдет. Проходите, знакомьтесь. Привет, меня зовут Света. Я услышала, что ты ищешь себе интеллектуалку модельной внешности. Так вот, это я. Очень красиво. Спасибо, проходите. Светлана, 22 года. Работает редактором сайта в компании по автотюнингу. Любит фотографировать, занимается фитнесом и пол-дэнсом. Мечтает стать личным визажистом Анжелины Джоли. Признается, что любит откладывать дела на потом. Чтобы добиться взаимности возлюбленного, Светлане пришлось пойти на крайние меры и использовать запрещенные приемы. Надеется, что симпатию Андрея ей удастся завоевать с первого взгляда. Расскажите, дорогая, как вы добивались взаимности от возлюбленного? Ну, мне было тогда, во-первых, 15, так сказать, первая любовь. Вот. Я приходила к его дому, звонила им. А он? Ну, он сначала как-то ко мне несерьезно относился, потому что он был старше меня, но ненамного. Вот. Как боялся, что посадят, естественно. Конечно. Вот. И он, получается, как-то был отстраненный такой. Но потом все-таки мне удалось, если честно, его добиться. Такая она милая, знаешь, такая хорошая. Ну, она правда, она, я не знаю, какая-то кнопочка. Кнопочка, да. Вы пришли к нему однажды домой, и он вас оставил. Да. И после первой же близости вы собрали чемодан и пришли к нему навеки поселиться. Вообще очень, там, был ошарашен тем, что я стою там с чемоданами, просто как, не знаю. А он с родителями жил? Да, с мамой. Вот. И вот на тот момент дома не было. И, получается, я зашла просто в наглую, там, разложила вещи, там, на ее полке. Он просто не знал, на кого наткнулся. Да. Не нервался. И, вот, потом она приехала, и она, ну, тоже она была как-то не очень. Ну, вы же были хорошей девочкой, вы там мыли, помогали готовить. Ну, я не скажу, что я там прям мыла. Ну, я готовила, конечно, иногда. И он в вас любился? Да. Ну, она обычная, нормальная, приятная девушка-домохозяйка. Она неприятная, она плохозная. Господи, да ладно тебе. Все бабы страшные. Красивая только ты, богиня моя. Бонзинку выберет. И потом, когда вы решили его бросить, тут-то у него ретевое и взыграло. Я, получается, познакомилась с другим парнем, который был совершенно против вложен, с чем он там ухаживал за мной. Вот. Ну, и я, получается, на него переключилась, на того молодого человека. Он вообще был, если честно, прям мечта. Вот. И потом он разбил вот это вот своего первого парня. И он, получается, наоборот влюбился в меня, ну, как обычно происходит. Какая у вас тяжелая, трудная молодость. Да. Прямо колотитесь в страстях. Ну, а как же без этого, правда? Угу. А вам 22 года. Да. Хотите замуж на самом деле? Ну, на самом деле, я сейчас нет, не готова. А зачем вы пришли к жене-то? Нет, ну, я как бы, конечно, планирую когда-либо. Первого встречного, просто не сейчас. Вы откуда приехали? Из Екатеринбурга. О. А вот, кстати, невеста у нас тут прикидывается. Вот, молодец, при такой правильной позиции же в жизни. Это вот, единственное, что, значит, у вас есть счет банки, ну, во-первых, две квартиры, она у нас с приданным, девушка. В Екатеринбурге, ну, нормально, нормалек. И счет банки, который достаточен для покупки квартиры в Москве, но вы копите на элитное жилье, правильно? Да, в центре. А на что вот сейчас бы хватило бы? Где, в каком районе? Ну, в каком-нибудь, может, спальном. Поэтому я и не хочу там покупать зачем. Я хочу где-нибудь приличный. А кто помогает? Родители? Откуда деньги? Ну, это мой молодой человек мне помогал. А-а-а. Да-а-а. Конечно. И ты какой? Ну, это мой бывший парень. К которому вы пришли с чемоданчиком или второй? Нет, тот тут вообще не думал. Это московский, наверное, уже, да? Да. А что ж тогда вы с ним расстались? Ну, вот так получилось, мы просто не сошлись характерами, вот это так банально, но это так. А это вот приличная девушка. Это скрытый. Это приличная девушка, да. Которая честно откладывала на квартиру. Честно откладывала на квартиру. Честно, честно, брала у мужика деньги, откладывала на квартиру, да. Скажите, вот вы хотите быть личным визажистом Джоли, чтобы с Брэдом Питом замутить или отбить ее старую? С Брэдомом времени не умрет и старую. Или почему? Ну, потому что это престижно. Понятно. О, у вас глазки горят. А мне так не кажется. Ну, она почему-то как-то, знаешь, не раздражает. Она не раздражает, она умиляет. Да. По поводу знака гороскопа можно спросить сразу? О, овен, Меркурий и Венера в овне, Луна в рыбах, Марс. А вы астролог? Нет, просто я знаю те знаки, ну, все-таки взрослый мальчик, да, и знаю те знаки, с которыми я очень сложно. Ну, какие, например? Скорпионы, рыбы. Это правда? Я не знаю, почему. У весов с рыбами, да, не всегда. С рыбами. Да, и Скорпион, вот первая девушка Скорпион. У меня хорошо с водолеями, хорошо с раками. Да. Шикарно с весами тоже. Шикарно тоже с водолеями, потому что вы как воздушные, очень хорошо друг друга вы понимаете. Мои лучшие друзья и подруги. Да, да. А вы дома ходите в пижаме? У меня мама рака и как бы... Ну, я нет, я считаю, что надо дома вообще выглядеть прилично, как и в обществе. То есть вот так вот. Ну, да, я даже могу накраситься дома. А дома она накрашена? Она сидит и цитирует, цитирует, достается. Йоты, наверное, ее любимые. У вас остался один бонус «Минута наедине». Хотите пойти? Пожалуйста, мы вас подождем. Просто хотел понять, потому что у меня частые перелеты, соответственно, я хочу понимать, не будет ли у тебя такого же большого количества перелетов, потому что... Ну, если честно, я перелет как-то не очень. Да, потому что... А я бы тебя хотела спросить насчет вот гороскопа. Почему ты так, ну, на этом большой акцент ставишь? Я не делал акцент. Я не считаю, что... Я тебя объясню, я не услышал просто, и все. Тут это не принципиальный момент, и нет каких-то загонов. Женская, ласка, банально просто приготовить утром кушать, когда я опаздываю, да? Или просто списаться, спросить, где ты, что ты, как ты, жив, не жив. Это очень важно, потому что наше время этого практически нет. Да, счастье даже в каких-то маленьких моментах. Ну, ладно, ты тогда, пожалуйста, проходи, а мне надо приготовить сюрприз тебе. Она чувствует плохое очень сильно. Да? Хорошо. Андрюша, а где вы потеряли барышню? Сюрприз. Хорошо. А что у нее плохое? Луна у нее. Вот вы очень хорошо почувствовали. Вот вы присматривались, прислушивались. Вот детализация, о которой я говорила. Вы внимательно слушаете и детализируете. Луна с черной луной, понимаете, она в рыбах, вот, и Марс в раке. И поэтому вот эта вода, она видна на женском образе. Внутреннее состояние человек очень хорошо чувствует, вот, какие-то неприятности, которые вокруг происходят. Она заранее видит, понимаете, чем ситуация может в результате обернуться. И вот это вот, так сказать, предчувствие, оно ее зачастую заставляет как-то закрываться, понимаете, и уходить в свою ракушку. Несмотря на то, что она овен, всегда в образе. И действительно просто приходит, кладет свои вещи и живет. Потому что ты меня выбрал. И все остальное безоговорочно. Это ты выбрал или... Да, ей так кажется. Или она выберет. Вот она, кстати, с твоей дочкой похожа. Некоторыми позициями, понимаешь, да? То есть вот ей надо, она любит, а все остальное ей кажется, что ее тоже любят, да? Да, совершенно верно. Ну, она его зацепила. Зацепила, конечно. Ну, понравилось. Какой ужас. Значит, он не учится на такой ошибках. Можно ты придешься, но это мне очень нужен для сюрприза. Забирайте свою подружку и ждите в комнате результаты. Светка так из образа и не вышла. Сама по себе. Да, ни разу не улыбнулась, ничего. И танцевала сама с собой. Ой, смешная, молодая Светка. Понравилось? Ну, классная. Ну, да. Я просто хотела его в танец вовлечь, но, к сожалению. Ну, хотя бы танцевала. Он все-таки чуть-чуть двигался. Смотрел. Так она хорошая. Смотри, два платья показала. Каждое... 22 года. Ну, что? Понравилось? Как бы все так. Да, и ручку положила на правильное место. Все изгибы, перегибы, переходы телесные. Вы все там уже осмотрели. Да, на полном серьезе. Как будто чемпионат мира по бальным танцам проходил в Кремле. И пока поле было пустое, девочка-визажист вышла и подумала, я что, хуже этой, блин, чемпионки? И она с этой швабры, с губами, нарезала круги. И сама себе в этот момент очень нравилась. Трогательно вся эта история. Согласна. Да? Ну, а что, из хороших руках? Все даже очень. Можно из нее что слепить, что хорошее. Нет, она уже слепленная. Я думаю, что у Светки прям надо замуж рожать детей за хорошего парня. Найдете общий язык, все будет хорошо. Не найдете, будет нарезать круги со шваброй, мимо вас. Да, кстати, они правы. Если мужчинам приложат какие-то усилия, чтобы меня как-то расположить, я пойду только на встречу. Ну, парни, вы пока посовещаетесь, уже нужно делать выбор. Да, мы тоже пока посовещаемся. Первая, вторая траги, походу. Просто, более всего. У тебя уже было такое. Не, милости, как человек. Она не готова к созданию взаимоснованной жизни? Нет, просто в первом случае у меня есть недоверие. Это очень недоверие. Не потому, что это отталкивает. Нет, я очень люблю красоту и красивых девушек. Я, собственно, поклоняюсь от мужчин и женской красоте. Вторая девочка, у нее просто шикарная энергетика. Она очень женственная. То, что выше меня, огромный плюс. У нее хорошая конституция, хорошая физиология. Иначе как-то мило познакомилась сейчас, да, когда. Как-то очень мило себя повела. Меня это очень сильно тронуло. И, наверное, я уже наигрался в эти игры, в красоту. Вот, когда ты смотришь на человека, у тебя в первую очередь возникает страсть, да? А не желание жить с ним вместе или строить семью, рожать детей. Ты же понимаешь, что это мать твоих будущих детей. Это самое главное. Я не люблю вообще проигрывать. Я люблю облажаться, опозориться. Но не так, чтобы мужик меня не выбрал. А я вот вам, Светочку, 22 лет, ничего, пообтешите ее, как говорится, вложите правильные мысли. Она как бы как сосуд воспринимающий. И все, сделайте из нее. В конце концов, муж должен тоже вкладывать в свою жену и делать ее визитные карточки. Я за Свету. Первая человек, что, она там голая, вторая, а тебе... Оладья печет. К тебе только, короче, остается. Больше вообще не вижу выходя. Мне кажется, что ни с одной из этих девушек у вас, по большому счету, ничего не может получиться. Со Светланой, мне кажется, здесь хотя бы вы не будете никого обманывать. У вас может быть интрижка. Янине 27 лет. Мне жалко ее, если у нее случится какая-то очередная интрижка, и у вас ничего не выйдет. Видишь, как? Ты выйдешь? Ты выйдешь? Ну, конечно, я выйду. Янина хороший вариант. Но что может быть ваше мно очень требовательно. И вот это может чуть-чуть тормозить ваши отношения. Но единственное, все-таки, если будете вместе, скажите ей, чтобы перекрасила эти волосы. Они делают ее мрачной. Она светлее. Да, она гораздо светлее и позитивнее. Это она не про поколюшку говорила. Да, про черненьку, которую голову не мыла. Со Светланой есть много противостояний. То есть овен-весы, как вы сами понимаете, это противостоящие знаки. Надо находить общий язык. Но физическая совместимость все равно есть. То, что касается первой претендентки, невероятное количество совпадений и взаимопонимания. Понимаете? И отношения могут длиться долго, ломаться копья, страсти, мордасти, все что угодно. Идите туда, куда вас зависть сердце. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. По визажу нет, по голосу нет. То есть у меня шансов бы не было 20 лет назад. Конечно. Но это катастрофа. Мне просто как бы смотришь что-то невкусного, некрасивого. И даже камера-ндиос? Не мой типаж. Я приглашаю всех выйти из комнат и поддержать Андрея. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно, что ты меня выбрала. У нас есть пара, Енина и Андрей. Если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно. сказал вам. Давай, прощение, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...